В преддверии новогодних праздников для детей состоялось сказочное представление в городском доме культуры – терем-теремок. Ребята окунулись в атмосферу приключений, волшебства и доброты, а смена декораций сказочных персонажей не заставила скучать маленьких зрителей. С подробностями наши корреспонденты. Давайте-ка я вам лучше ребятки расскажу добрую и веселую сказку про теремок. Согласны? Тогда слушайте. На прошлой неделе на сцене городского дома культуры буквально ожили главные персонажи из пьесы Самуила Маршака «Терем-теремок». Такой подарок славянской детворе сделали юные актеры детской школы искусств. Это очень интересная сказка, музыкальная, как я сказала. Мы ее подготовили еще в прошлом году, а в этом году мы возили ее на краевой конкурс «Золотой петушок» Краснодар и заняли там третье место. Поэтому мы очень рады. Наше театральное отделение существует всего два года. Поэтому я считаю, что это хороший результат для нас. В этот день Алиса Жукова перевоплотилась в одного из главных героев пьесы «Лягушку». Она очень волновалась перед выходом на сцену. Я самая первая выхожу очень волнительно. Всегда пугаюсь перед выходом на сцену. Думаю, что что-то забуду, что опозорюсь перед детьми. Всегда такое чувство, но всегда все выходит хорошо. Сказочная атмосфера, меняющиеся яркие декорации, веселые песни. В процессе сказочного путешествия у юных славянцев создалось доброе, позитивное настроение. Мне очень понравилась сказка. Она была очень интересной. Особенно, когда лисица и охотник хотели прийти к ним, но у них не получилось. Они освободили петушка, потому что они были дружные. Сказка – неотъемлемая часть детства. В ней добро всегда побеждает зло. Сказки учат мудрости. Ребята получили заряд сказочного настроения, которое запомнится детям надолго и согреет приятными воспоминаниями даже в самые сильные морозы. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».